так здрасте ребят время пришло у нас с выхода аддона прошло уже много времени за это время у меня было много времени чтобы попробовать разные пушки которые вышли в конце света потестить и узнать про новые перки и в принципе наверное я готов наверное это такой самый запоздалый видос по пушкам с риза какого-то контента но учитывая то что у нас параллельно вышла новая стихия там новый рейд бла-бла-бла было немножко сложно пушек в конце света у нас тоже вышло неплохо к сожалению все легендарные пушки это рискины или юзы других моделек но эти пушки как ни странно очень даже неплохие давайте пройдемся по всем и начнем с не амуны на не амуне у нас половина пушек стрендовые потому что новая стихия и три пушки из восьми нельзя крафтить потому что они падают за паблик-ивент в котором пушки не крафтабельные первым у нас идет с удовольствием револьвер ротация round robin который крафтить к счастью можно это у нас первый стрендовый револьвер с агрессивной рамой и этот видос на самом деле я удачно записываю по времени потому что недавно банджи рассказали что они бафнут в пве некоторые праймери и это мы будем в этом видосе учитывать что касается этого револьвера то у него и в пве и в пвп все хорошо по статам в пве и в пвп я вам советую выкручивать рэнджу и стабилу и деки паде на мышки что касается мастер ворка то в пве здесь можно выбить что-то вроде перезарядки либо стабильности на геймпаде и на клава мыши вас интересует скорость перезарядки исключительно что касается пвп вас интересует разумеется дальность потому что рэнджам это заебись что касается перков 3 и 4 колонки то в пвп колонке у нас варианта по сути три во первых это перк жизнеобеспечения вы убиваете врага и вас немножко подзаряжается магазин полезно свойство учитывая то что это револьвера скорости перезарядки из-за рамы мало и пулю к магазине у него тоже маловато второй вариант это новый перк завистливый ассасин перед тем как вы если вы убиваете из другого оружия мобов то эта пушка у вас будет переполняться при этом мощность переполнения зависит от того сколько мобов убить за короткое время из другой пушки то есть допустим там играть из пулеметом вы там убили двух мобов и вы эту пушку и переполнили на одну пульку убили там обувь 100 за короткое время и вас пушкой переполнился на пулек там допустим 8 два раза да при этом когда вы переполните ваш магазин с помощью этого перка на этой пушке вам нужно эти все выстрелы сдать чтобы могли по новой активировать этот перк этот перк здесь хороший вариант опять-таки читала тоже есть мало скорости перезарядки и мало пулек и другой вариант это элитный перк для pvp не подходить keep away как он работает если на расстоянии в 15 метров нету врагов то ваша пушка получает 10 крын же 30 скорости перезарядки и у вас улучшается точность у вас на пять процентов уменьшится размеры конуса точности очень мощный перк для pvp очень мощный и в пве он тоже хорош потому что точность пве почему бы и нет и вы получите бонус скорости перезарядки то есть есть либо не подходить либо ассасин либо жизнеобеспечение мне больше нравится не подходить потому что я так и так буду перезаряжаться поэтому да есть еще конечно перк с четвертого раза получится но на праймарии честно говоря как-то не особо хочется чертой колонке для пве у нас варианта по сути три во первых это новый перк детеныш хэтчлинг когда выбиваете мобов голову у оружия которого есть точность но попадание в крит да то вы делаете детеныша описывать нечего это перк у нас чисто стрендовые которые имеют снижение со стрендом очень хороший вариант второй перк это идеальный треугольник убили моба получили бонус к урону после этого убили моба с помощью стрендовой обилки получили бонус к урону еще мощнее и последний вариант в киевский магазин который в пве можно рефрешить получаете бонус к урону 20 процентов для меня фаворит будет наверное keep away и детеныш чтобы у вас была синергия на стренде но если вам нужна пушка на урон то смело идеальный треугольник потому что у него на том стаке баф к урону 15 и стрендовые обилки в целом имеют быстрый кд в правильном билде поэтому получить два стака будет очень даже очень даже легко в пвп эти колонки фаворит это простите не подходить поскольку это революр у нас большой ренджой то у вас как правило большинство перестрелок будет на большом расстоянии поэтому этот перк у вас будет работать просто на халяву будете получать 10 к дальности напомню 30 к перезарядке у вас будет лучше точность если мы поставим допустим зауженный ствол рикошетки и ренджу мастер ворк то у вас по факту ренджа будет почти 90 что очень даже хорошо и четвертой колонке у нас варианта вариантов у нас несколько во первых это первый выстрел чтобы вас первый выстрел имел более крутую регу и более мощную ренджу который ряд и кирский магазин чтобы после безрядки у вас был повышен урон с этим перком у вас револьвер будет тапать в голову всех игроков до стойкости 100 также из треугольник чтобы убивали за одну голову и два боди есть также гармония которая обеспечит два тапа в голову по моему до стойкости 6 могу ошибаться стихийный каденсатор чтобы у вас был был бонус к характеристикам здесь самый лучший вариант разумеется будет пустота ради стабильности либо стренд ради эффективности в воздухе и в целом наверное все что касается моду то в пве вы ставите мод против мобов а в пвп решайте сами либо рукоятка и кара ради точности прыжки либо допустим а им ассист ради большего а им ассиста поскольку это пушки с не амут у них есть пятый перк самонаводящийся на нитовые ракеты это по сути некая такая более простая версия более слабая версия перка на ртутной буре когда вы попадаете по мобам только в тот момент у вас вылетает микро ракета урон у нее не особо мощный но почему бы и нет в пвп например он меня часто помогал когда я там чуваку попадал два раза в боди один в голову и ракета его добивала очень прикольный перк револю ребята крутой его стоит скрафтить он того стоит штука крутая снайперка итерация вольта вот про нее мы скажем маловато это у нас стрендовая снайперка и вот в этом моменте давайте вкратце поговорим про ситуацию с кинетиками и энерджи в пве у нас в этом сезоне в лайтфоле в пве банджи бафнули кинетик пушки и теперь по целям у которых нет щитов у кинетик праймери больше урона на 10 процентов чем у энерджи праймери у спешилов на 15 процентов поэтому если вас это снайперка в пве интересует ради урона по боссам то выбивайте лучше кинетик потому что кинетиков банально больше урона по дефолту тут есть конечно хороший ролл вроде тройного выстрела и линии огня что это очень хороший ролл но как вы уже поняли спешилы в пве лучше брать кинетики ради урона по боссам можно конечно там ее взять ради там просто зачистки мобов но это было бы странно плюс у нас банджи снайперки бафнут в будущем сезоне на 10 процентов пве что очень даже неплохо поэтому что у нас есть здесь pvp в первой колонке нас интересует разумеется гофрированный ствол потому что это агрессивная рама кстати я говорился во второй колонке либо высокоточки либо стабильные патроны на геймпаде том же да но все таки лучше высокоточки черты колонки разумеется первый выстрел это не обсуждается мастер ворка на удобство либо на стабилу для геймпада и эти колонки есть не подходить ради рэнджи и и конуса точности что крайне логично либо допустим устойчивая изготовка чтобы у вас положение присев было лучше рега было больше удобства и лучше стабильности здесь это наверное лучший перк либо допустим нужно выбить идеальный полет чтобы у вас было меньше флинча но это такое в пв как вы поняли лучше бивать кинетики но в целом сайперка неплохая на того стоит но повторюсь кинетики в пве стали гораздо лучше именно спешилы синхронная рулетка точная стрендовая пипега которая у нас умерла после выхода пипеги страйлсов пипега страйлсов гораздо лучше я про нее записывал отдельный видос более того эту пипегу нельзя крафтить она падает за паблик ивент поэтому здесь есть конечно для пве роллы там типа не подходить детеныш там завистливый ассасин тоже есть но пипега страйлсов гораздо лучше поэтому эта пипега здесь не нужна даже учитывая перк на ракеты лучше пипега с пвп страйлсов а вот плазминка хайповая циклическая петля это у нас скорострельная арковая плазминка и у нее строила как для пве так и для пвп что касается пвм то здесь на мой взгляд есть очевидно фаворит по роллу это одержимость перезарядкой и электрозаряд электрозаряд поскольку это спешил на этом типе оружия этот перк будет работать мощнее чем на обычных праймере из этого урон будет гораздо приятнее поскольку у нас третьей колонке перков на перезарядку вроде питающей ярости нет нас интересуют режимы с перезарядкой чтобы у вас на половине магазина была быстрая перезарядка то есть вы там делаете пару выстрелов убиваете моба быстро делаете перезарядку получаете волшот и его сдаете это очень мощная связка перков тут добавить нечего это работает классно по статам в пве выбивайте все на стабилу абсолютно можно выбить например магазин радио бонусные пульки и здесь тогда допустим либо гофрированный ствол либо кстати стиловитный тормоз потому что по дефолту плазминки отдачи маловато 47 это будет сбиваться в левую сторону здесь лучше стиловитный тормоз у вас задача была более приятной и мод здесь либо против мелких мобов либо против менеджеров либо против боссов решайте сами в пвп у нас банджи по какой-то причине решили бафнуть скорострейную раму и эта штука в пвп тоже будет заебись здесь у нас разумеется стиловитный тормоз потому что задача очень плохая здесь нас интересует катушка на аккумулятор на стабилу потому что скорострейная рама эти колонки разумеется под давлением либо убийственный вихрь но лучше под давлением и чертой колонке у нас есть перк стартовый импульс по-моему это у нас первая скоростей на плазминка у которой есть стартовый импульс поэтому она здесь он здесь очень даже полезен мастер-ворк либо стабила либо рэнджа чтобы плазминки не было очень мало рэнджи и мод на плазминке можно поставить в принципе ложь чтобы у вас была дача еще лучше либо а им ассист плазминка ребята очень крутая особенно в пве я вот с ней очень много бегаю я скрафтил себе эту штуку в пве и она реально очень балдеж прям с нее приятно стрелять у нее приятный урон вот моя версия играйте ребята крафтите она того стоит вот тут у меня стоит правда смолбор вместо стиловитого тормоза но лучше реально силовитый тормоз и пульсная винтовка которая очень крутая филотактическая спираль это у нас усиленная арковая пульсовка которую можно скрафтить которая в пвп мягко говоря очень даже балдеж в первой колонке вас интересует в пвп зауженный ствол здесь отдача как видите 80 то есть пологе надо посадить силовитый тормоз но у нас есть мод пушки мы ставим здесь ложу а дача б 95 и это уже более чем приятно поэтому нас интересует зауженный ствол и стабила и ренджа на клава мыши можно конечно поставить удлиненный чеканые нарезы но все-таки лучше зауженный ствол во второй колонке разумеется рикошеты и патроны это не обсуждается вот эти колонки разумеется не подходить поскольку это и пульсная винтовка то этот перк у нее будет работать очень часто и вы на халяву получаете ренджу и вы на халяву получаете улучшенную точность в четвертой колонке у нас варианта на самом деле два даже три во первых это кидерский магазин вы убили врага перезарядились и получили хороший бонус к урону на 5 секунд чтобы в пвп у вас было легко убивать игрока за два этапа за таберста другой вариант это стихийная конденсата чтобы у вас были улучшенные статы но на мой взгляд лучший вариант это головорез который банджи недавно бафали чтобы у вас и попадание в боди увеличился урон в крит зону и вы получали аим ассист очень полезное свойство потому что эти пульсовки но их в принципе легко использовать но два берста в голову не всегда получается сделать этот перк вам дает более простое использование и он здесь будет балдеж более того улучшенная версия этого перка дает стабилу поэтому да мастер ворк на ранжу даже на геймпаде в итоге у вас с этим перком будет по факту 90 ранжи и у вас будет улучшенная точность и головорез улучшенный у вас будет стабильность получать 66 учитывая мастер ворк у вас табила будет получать 69 очень классно ребята пульсовка она она того стоит в пвп она элитная что касается пве то скажу честно даже учитывая то что банджи у нас бафнут пульсовки в пве не думаю что она вам понадобится тут есть конечно роллы типа не подходите там допустим электрозаряд там есть кидерский магазин есть безумие но эта пульсовка реально была сделана чисто под пвп на мой взгляд поэтому да в пве хз в пвп она элитная баса астината скоростейный войдовый дробовик скажу прямо а он во первых он у нас падает за паблик-ивент то есть его нельзя крафтить и во вторых у него каких-то приколов нету у него тут конечно есть новый перк это дестабилизирующие боеприпасы когда вы убиваете моба то на расстоянии 6 метров вы делаете нестабильный взрыв этого перка правда есть кд поэтому хз тут есть хорошие связки там вроде мародер там кулачный бой там двойной удар траншейный ствол но этот шотик думаю вам не нужен прям он неплохой но не нужен волновой силовой гранатомет пространственная гипотрохоида what the fuck наверное неправильно сказал не суть это у нас первый своем роде силовой волновой гранатомет он хэвик и этот грейник у нас все-таки чисто под зачистку мобов тут конечно есть роллы для урона по боссам тут есть ворпл вэпон эти колонки у нас есть завистливый ассасин что тоже принципе неплохо есть также допустим one for all его там активировали и вы будете убивать быстро боссов но все-таки это рама у нас для зачистки мобов и по этой причине эти колонки вас интересуют опять-таки тоже завистливый ассасин либо допустим неумолимость вы там убиваете трех мобов получать или ген хп четвертой колонке у нас есть я уже для боссов ворпл вэпон есть ван for all и цепная реакция вот это наверное лучший ролл для зачистки мобов потому что странно конечно иметь волновой грейник в третий слот но как ни странно он прикольный правда проблема в том что у нас есть более приятные хэвики для зачистки мобов вроде гранатомета с рейда это спойлер либо пулемет либо любой пулемет поэтому нужен ли этот грейник я не знаю сложно сказать он прикольный но где его юзать я честно говоря не знаю я с ним много бегал на релизе убивал мобов боссы там могут умирать но не особо быстро а вот пулемет неплохой к сожалению он не крафтабельной и к сожалению у него абсолютно дерьмовые статы но это адаптивный стрендовый пулемет и он возможно вам понадобится эти колонки вас интересуют питающая ярость либо не подходить либо завистливый ассасин чертой колонке у нас есть диверсант для регена гранаты есть детеныш для стрендовых билдов есть треугольник идеально для урона по есть ворпл вэпон для урона по боссам есть таргет лог для урона по боссам здесь по сути один ролл который интересует многих интересует это завистливый ассасин и захват цели вы переполнили магазин до босс файта и из таргет лог у вас будет по увеличенный урон это будет полезно в контенте где есть стрендовый ожог но даже в случае тоже тандер лорд на незарейке будет гораздо лучше для мобов разумеется там питающая ярость диверсант треугольник либо детеныш по статам у него абсолютно противная отдача вот просто на геймпаде это полная жопа на клавом мыши я слышал что тоже поэтому здесь стреловитый тормош у вас отдача была 100 рикошетный потому что у вас было побольше рэнджа и стабильности и мастер ворк либо стабила либо рэнджа в пве конечно обычно лучше поставить скорость перезарядки но этого пулемета реально противная отдача поэтому мы абсолютно перезарядку и мод здесь ну там мелкие мобы либо босса либо мы решайте сами пулемет неплохой у него хорошие перки но как же он плохо по статам и как же он плохо по своей анимации прям мне не понравилось это у нас пушки с не амуды дальше полезли в гарнила рейд оставим напоследок и пустая винтовка дыхание осени это у нас новый дроп за матч и гарнила скорострельная кинетик пульсов которая очень даже прекрасная у нее как вы знаете куча перков но тут есть разумеется ролл который будет наверное самым офигенным ствол силовитный потому что у вас от 63 с этим тормозом у вас будет 93 то даже ложные панаты же 93 очень даже неплохо магазин разумеется рикошетные патроны эти колонки заинтересует дальномер тут есть конечно перки там типа разогрев туннельное зрение убийственный вихрь вечное движение бла 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 но range finder это конечно да в четвертой колонке у нас есть перки вроде moving target есть мультикил клип есть допустим на void стихийный конденсатор есть гармония но голова рез чтобы у вас были лучше дуэли этот перк здесь очень даже кайф мастер ворк на рэнджу и мод если вам все-таки нужна сотка отдачи то ставьте ложу с противовесом если вам норм тогда ставьте а им ассист классная пульсовка в пвп добавить нечего очень балдеж и в пве у нее тоже есть роллы эти колонки есть диверсант что уже балдеж и четвертый у нее жажда адреналина безумие мультикил клип рубака и также есть еще кулачный бой 3 колонки классная пульсовка ребята она кинетик у нее в пве будет больше урона чем у других пульсовок которые energy done плюс у нас банджи пульсовки будут бафать поэтому вот эта штука в отличие от пульсовки с не амуны очень даже может оказаться неплохой будем смотреть в пвп она уже заебись железная с нами так сложилось что в плейлистах банджи обновили перки почти на все ганы и не сказать что на пушках поменялись какие-то рекомендации поэтому давайте пойдемте по пушкам новым во первых это и пульсная винтовка коготь йорума это у нас адаптивно солярная пульсовка у нее разумеется есть изначальный перк синергия сурос и перк скрытный волк мне эта рама в пвп вообще не нравится но она вот эта пульсовка очень даже неплохая отдача 73 стрелы для тормоза дача будет соточка магазин как всегда рикошетные патроны эти колонки вас интересует либо мовен таргет либо перк на бис чтобы вас после убийства бустанулись хорошо статы либо можно послед железную хватку чтобы вас была хорошая стабила правда у этой рамы стабила уже норм по дефолту а поэтому это лучше не делать либо мовен таргет либо на бис и 4 колонки вас интересует либо головорез либо кидерский магазин либо идеальный треугольник с треугольником у вас уже будет утап в голову то есть стойберс поэтому лучший идеальный треугольник мастер ворк на рэнджу и мод здесь допустим на аим ассист неплохая пульсовка для пвп я не особо люблю эту раму но очень даже неплохая пульсовка на самом деле в пве тут ну типа есть изгой там киевский магазин треугольник раскаленность но да это не особо нужно снайперка лисьи укус возвращение очень крутой снайпы это у нас агрессивно кинетик снайперка и в пвп у нее все прекрасно гофрированный ствол высокоточные боеприпасы быстрый прицел первый выстрел мастер ворк на удобство мод здесь мы ставим допустим на аим ассист и у вас прекрасная пульс у вас прекрасная па для пвп вам не надо будет фармить тоже дск зашли в жезе играли в жезе и получили крутую снайперку вместо опынингшота конечно можно получить выбить мовен таргет но опынингшот здесь конечно очень даже балдеж в пве тут роллов особых нету что еще можно отметить ответить можно то что банджи у пипеги бремя героя убрали репульсор брейс отталкивающую связь до банджи добавили динсибилизирующие патроны поэтому теперь этой пипеги в пве надо вбивать питающую ярость и дестабилизирующие патроны но напомню этого перка есть кд после его срабатывания поэтому постоянно волатайлами херачить у вас тупо не получится к сожалению поэтому да имейте это ввиду другие ганы в жезе ну тут еще конечно топор гуноры интересуют вас потому что у нее есть прекрасные статы у нее можно выбить первый выстрел там есть мовен таргет есть хип файр грипп но тут ничего не поменялось сайдарм тоже неплохой ракета думаю особо не нужна у нее в принципе есть неплохая связка перков для пве это диверсант и ворпл вэпон либо там диверсант и как бы раз это под зарядом но есть ракеты более интересные поэтому да принципе пушки неплохие испытания осириса пробегу я видос уже записывал дробовик астральный горизонт агрессивный шотган страйлсов у которого по перкам все прекрасно эти колонки где pvp датчик угроз чертой колонки первый выстрел и все по характеристикам высокоточные боеприпасы мастер ворк на дальность здесь вас интересует учитывая новые реалии спиральные нарезы фулчок работать стал стал работать гораздо хуже но не хуже но он стал менее эффективен чем раньше зауженный ствол в принципе тоже плохой вариант можно его поставить но здесь он интересует либо спиральки либо зауженный ствол кожух ствола не особо нужен потому что у вас будет датчик угроз поэтому да поэту троллов особо нет шотган неплохой но у нас есть крафтабельный шотган в шлеме поэтому горизонт здесь наверное вас особо интересовать не будет в пвп у нас все налетики во первых это скауткой безымянная полночь это у нас точная кинетика скаутка как и хэнк джури и по перкам у нее в пве все прекрасно по статам там гофированный ствол стабильные патроны потому что скаутка рэнджи уже много эти колонки вас интересует не подходить ради перезарядки либо тройной выстрел почему бы и нет в четвертой колонке вас интересуют перки вроде безумия там полоса удач фугаски но лучший перк это новый кинетическая дрожь когда вы наносите урон по мобам то возникает взрыв который наносит урон в определенном расстоянии неплохой перк который неплохо так убивает мобов поскольку это скаутка вот этот перк легко активировать вы там на рэнже стоите наваливаете со скаутки и вызываете взрыв это очень даже кайф в пвп тут есть конечно роллы но скаутки в пвп особо не популярны и поэтому да наверное пока особо не нужно сумрачные налеты во первых это сайдарм базард сарыч офигенный сайдарм это у нас какой-то степени дрэнк в первый слот в первой колонке зауженный ствол либо допустим хавер хаммер фордж на клава мышь во второй колонке рикошетные патроны в третьей колонке либо вечное движение либо на бис а в четвертой колонке вас интересует либо рубака либо мульти килл клип либо разумеется рэнчфайндер вот с таким роллом сарыч превосходит pfg дрэнк да у дрэнка конечно нет рэнчфайндера у него просто больше зума по дефолту на одну единицу но с рэнчфайндером и особенно с модом адепт на рэнджу у сарыча больше рэнджи это большой плюс плюс если вы будете бегать с перком на бис и вы настакаете себе 4 стака офигенно сказал то у вас будет рэнджи еще больше у этой штуки приятный прицел с него реально приятность поэтому этот сайдарм ребята балдеж это тот же есть роллы это переполнение вечное движение там рубака мульти килл клип безумие либо kinetic дрожь однако чтобы на сайдарме его активировать нужно взять почти весь магазин и на самом деле он активируется долго поэтому тут смотрите сами я на все-таки там предпочтение либо рубаке либо мульти килл клипу потому что эти дрожь активируются банально долго если на скаутке он норм то на сайдарме есть парочка вопросов по раскаутку хэнк джури у нее банджи убрали фугасный снаряд четвертой колонке да но добавили kinetic дрожь поэтому здесь у нас rapid hit kinetic дрожь и будет балдеж имейте это ввиду также банджи вернули пулемет рой the swarm скажу прямо он не нужен да у нас банджи бафнули пулеметы да здесь есть конечно таргет лог здесь есть у нас так же из даже волшота нет к слову этот пулемет особо не нужен это усиленный арковый пулемет у нас не так много конечно пулеметов арковых в игре но эта штука того не стоит возможно в пвп будет норм там с дайнемик с редакшн и пальцем на спуске но в пве он реально пока особо не интересен гамбоний в гамбите вернули револьвер вера 180 солярный хэндкэнон и разумеется банджи убрали связку перков полоса удач и стрекоза почему потому что но в целом этот сайт этот этот господи сайтарм этот револьвер у нас неплох в первой колонке зауженный ствол ничего не меняется во второй высокоточные боеприпасы в пве в третьей колонке у нас есть перки вроде излишки быстрый удар там тройный выстрел и даже стремительный уход допустим rapid hit в пве в пве тут в принципе любой перк кроме ворпл вэпон глаз бури и рэнчфайндера все другие перки будут заебись в пвп тут вариантов побольше в пвп у нас есть рэнчфайндер ради хорошей рэнджи есть также у нас треугольник ради три тапа в голову да за один стак либо допустим полоса удач тоже ради три тапа но тогда лучший идеальный треугольник у вас было больше урона и там было две головы и один буди от эти колонки вариантов тоже побольше есть излишки есть разогрев есть быстрый удар есть также еще у нас как ни странно опенинг шот жалко что вот тут нету конечно убийственного вихря как на револьвере с дск но чё поделать в целом хэндкэнон хороший жалко что нету связки полоса дочь стрекоза ну да ладно что поделать так фокусировка лего нас особо не интересует сезоны в этом сезоне у нас вышло шесть ганов и в принципе тут все гана заебись кроме наверное меча во первых это автомат вечный цикл это у нас стрендовый адаптивный автомат у него все прекрасно но есть автомат который получше стрендовый он с рейда но если вы не играете в ряд эта штука очень даже неплохая во первых это встроенный пирк но был дитс он же у нас на русском называется лайт гг у нас грузится полгода ну да ладно подождем пока прогрузится адаптивный автомат а в первой колонке вас интересует стрелобитный тормоз потому что у него отдача 53 ему нужна отдача во второй колонке в пве можно выбить офицерский магазин в пвп высокоточные боеприпасы третье колонки для пве вас интересует перк keep away как и в пвп кстати и наверное все для пве ассасин в принципе неплох но честно говоря переполнять праймари не знаю не знаю все таки лучше перки на перезарядку и на регистрацию в пвп не подходить коденсатор ради ваших характеристик вихрь ради бонусов после убийства и как ни странно постижение дзен банджи бафнули этот пирк и теперь помимо того что он уменьшает вашу отдачу за нанесение урона он еще улучшает смещение прицела при получении уже все то есть он уменьшает ваш флинч и этот бонус очень сука заметен даже на клавомыши этот перк стал очень заебись поэтому в пвп этот перк теперь тоже хороший вариант и на геймбаде и на клавомыши четвертой колонке для пве у нас есть разумеется детеныш есть треугольник есть диверсант есть target lock но на этой раме он не особо хорош именно в пве в пвп вас интересует target lock либо треугольник либо глаз буря ради дуэли но здесь лучший вариант наверное это захват цели вот для меня для пвп лучше ролл будет это постижение дзен и захват цели высокоточки стрелебита тормоз и рэнджа мастер ворк для пве вариантов побольше и все таки пятый перк это благородные поступки когда вы помогаете тиммейтам давая им ревайвы либо овершилды либо хилл либо бафы подказ вы получаете стаки вот эти стаки вам бафают удобство и скорость перезарядки для меча не бафают скорость тригена энергии и когда вы убиваете мобов то вас тратятся стаки неплохой кстати бонус если вы играете на суппорт подказе то у вас постоянно будут бонус и у вас постоянно будет бонус к удобству и скорости перезарядки что очень даже неплохо очень плохой пятый перк почему бы и нет лук умелый рассказчик пиздатый лук разговор окончен это у нас первый точный стадисный лук у нас до этого была облегченная луну лата в сезоне каком-то по моему сезоне видения неважно но во первых у того лука была неудачная рама легкая рама в пве не очень хороша и у нее не было хороших перков 3 колонки у этого лука есть все что можно пожелать для пве гадрол здесь это разумеется реакция лучника и надгробия обсуждать больше нечего конечно помимо реакции лучника еще эти колонки и сперк источник который тоже неплох но поверьте реакция лучника вам нужна и на стадисные билды этот лук абсолютно идеален что касается характеристик кто вас интересует разумеется эластичная тетива я хз почему лагает сайт ну да ладно эластичная тетива стела которая дает максимум точности и при этом забирает стабилу и мастер орк вас интересует на скорость тетивы в пвп те же самые характеристики то есть статы и по перкам эти колонки варианта 2 либо реакция лучника либо кстати излишки и в четкой колонке есть перки вроде глаз бури есть успешный прогрев и есть как ни странно ничьде живота чтобы у вас в боди было больше урона и там можно было допустим играть с этим луком и допустим с ирианой войнот хороший сайт хорошо грузится королевский палач это у нас солярно а вот плазминку он сразу же прогрузил прекрасно это у нас адаптивная солярная плазминка у которой есть очевидно самый лучший ролл это чистолюбивый завистливый ассасин и либо заряженный залп либо раскаленность я себе скрафтил ассасина и заряженный залп играется очень даже неплохо магазин на патроны ствол стреловитный мастер ворк либо стабила либо ренджа это у нас для пве и мод здесь на мобов в пвп тоже стреловитный тормоз катушка либо ренджа либо стабила попробуйте сами устойчивая изготовка и здесь у нас либо убийственный вихрь либо успешный прогрев либо конденсатор на войде чтобы у вас было больше стабила очень плохая плазминка на того стоит блудное дитя это у нас первый крафтабельный касса заряды гринник во второй слот который не волновой и у него тоже все хорошо разумеется есть слепы есть шипы по перкам завистливый ассасин само собой либо золотой свинец либо филдпреп тут наверное лучше ассасин тут нету кобуры к сожалению поэтому ассасин здесь будет хороший вариант и в этой колонке у нас есть электрозаряд либо диверсант либо допустим disruption break почему бы и нет здесь мы выбиваем предельную мощность мастер ворк на скорость полета и мод решайте сами в пвп не особо нужен а в пве хороший арковый гринник во второй слот владыка формируемые ребята вендика в том сезоне мало того что у нас гринники особо метой не стали так банджи еще и сделали гринник который лучше это у нас 120 войдовый гринник и у него есть кобура и взрывной свет гранаты шипы предельная мощность мастер ворк на скорость полета мод лучше кстати на патроны потому что по дефолту этого гринника по моему поле к 5 или 6 а улучшенная версия снова с этого вам дает 7 выстрелов 7 с этим модом у вас будет 7 выстрелов что как раз таки нужно этому гранатомету все у вас есть охуенный гринник для пве тут конечно еще есть перки там типа дестабилизирующие патроны там мистер пулсер брейс но тут каждый фаворит это кобура и взрывной свет тут говорить нечего меч честно говоря особо не нужен мировой лут пул тут у нас по пушкам вышло скромно автомат честно говоря не особо нужен дробейка кристина тоже не особо нужен гранатомет кринж меч кринж гранатомет неплохой суровые слова это у нас войдовый волновой гринник первый со времен войдового гранатомета волнового сезона охота и он хорош в 3 колонке у него есть допустим филд прэп есть источник есть датчик угроз и есть ассасин что здесь наверное будет самым лучшим пирком в 4 колонке у нас есть на войдовый билды либо отталкивающая связь на овершилды и вы там с дебафф или моба получили овершилд есть также дестабилизирующие патроны чтобы у вас были взрывы либо там допустим медиальный треугольник в общем тут в принципе любой перк хорош но этот гринник нужен под войдовые билды поэтому либо отталкивающая связь либо дестабилизирующие патроны скажу прямо если вас интересуют взрывы как урон то возьмите просто гранатомет с рейда крятого пастушника потому что волатайлы конечно имеют синергию с войдом то есть там у хантера он будет уходить в инвиз у титана будет реген хп но не знаю не знаю тут все таки наверное лучше это отталкивающая связь вы там получили нестабильные патроны по дефолту при игре с подходящими модами и вас будет просто овершилд и говоря все оборуджен трейте будут у нас есть пятый перк это испытанное оружие я про него уже говорил видосе про бегу давайте напомним еще раз когда вы убиваете врагов или наносите урон то вы получаете бонус кренжем стабильности удобства и скорости перезарядки вот эти стаки в пве накапливаются очень зараза долго прям очень долго и скорее всего их никогда не накопите на фулл стаки особенно в гейм-контенте но у них начиная с трех стаков очень ощутимые бонусы у вас так неплохо баф и скорость перезарядки вас неплохо бафается стабила неплохой перк поэтому с ним вполне себе можно играть если вы конечно будете играть только с этим ганом то тогда вы 5 стаков наверное наберете плюс в том что при свапе пушки стаки не сбрасываются они сбрасываются только при смерти и при смене пушки в целом вашем инвентаре неплохой гринек сайперская винтовка и ру канжи да если бы не спойлеры про баф снайперок то эту штуку я бы вам не советовал однако это у нас стадисная скорострельная снайпан и у нее есть связка перков с четвертого раза получится и линия огня либо фокус тфюре но вспоминаем мои слова про kinetic пушки у нас у kinetic спешилов урона больше на 15 процентов и у нас есть допустим снайперка из рейда хрустальный чертог и там был запас патронов и там были по-моему еще усиленные резервы целом это хорошая снайпа но помните ребята про кинетики в пвп тут есть конечно роллы типа keep away и первый выстрел но в пвп честно говоря хз а еще у нас есть кстати еще два гана из мировых дропов первое это синуна си 6 это у нас агрессивный господи адаптивный сайдарм стадисный очень крутой кстати питающая ярость надгробие и вы балдеете либо идеальный треугольник там рикошетные патроны там допустим кстати полный калибр почему бы и нет потому что у вас исперг амалон и мастер ворк тогда на скорость перезарядки если да кстати лучше не рикошетки как раз таки рашины магазина приемник и у вас будет все прекрасно очень класс сайдарм для пве и пульсовка шрам это у нас облегченная пульсовка кинетик то есть не будет неплохой урон и у нее тоже есть перк кинетик дрожь поэтому здесь keep away кинетик дрожь у нее правда плохая отдача вот мне она падала несколько раз и без следа тормоза из нее стрелять просто противно поэтому здесь ловитый тормоз высокоточные боеприпасы не подходит кинетик дрожь и мастер ворк либо ренджа либо стабила но на геймпаде у нее отдача очень прям плохая вообще не зашла и так в шлеме у нас в крафте появились некоторые пушки из левиафана во первых это указ императора это у нас агрессивный шотик первый слот и тут у него как и случае с дробовиком страйлсов спиральные нарезы высокоточки датчик угроз опынинг шот и ренджа мастер ворк все вы прекрасны что касается мечей они в принципе неплохие но думаю что особо с ними бегать не будете поэтому да они не особо нужны честно говоря на мече титана есть прикольная фигня с перком раскаленность когда вы убиваете мобов и там все взрывается и также есть новый перк это у нас смелая атака когда вы получаете урон при блокировке урон вас ненадолго повышает дальность выпада с мечом вот это ренджа по моему больше чем у мечей с зура чем с игр с эджом более того сейчас есть баг когда вы имеете леген хп то у вас будет работать этот перк это бак и его точно пофиксит но имейте это виду это касается мечи не только вот этого но и все где есть этот перк принципе неплохо и так в шлеме у нас тоже все так мы вроде как прошлись по всем пушкам у нас остались только пушки с рейда и здесь ребята будет много хороших слов пушки с рейда абсолютно за е бись поначалу их особо не полюбил но потом поиграл и понял что они очень даже кайф во-первых это у нас стрендовый скоростейный автомат ярость руфуса да у нас конечно есть автомат сезонный но автомат этот мягко говоря гораздо лучше помните что у нас банджи базу автоматы поэтому в пве эта штука скоро очень даже заиграет итак в первой колонке поскольку отдача здесь 56 то она в принципе будет больше идти по вертикали с тормозом отдача будет еще лучше но тут посмотрите ребята сами на мой взгляд все таки есть наверное лучше поставить тормоз ради более приятной отдачи но попробуйте сами попытайтесь почекайте в пве перезарядка пофиг потому что это рамы перезарядки уже норм здесь рикошеты патроны чтобы вас было и рэнжа и стабила в третьей колонке у нас много хороших перков но лучшие варианты у нас это диверсант это кулачный бой и это запас патронов еще конечно есть перк восстановление и вечное движение но вот для меня фаворита это диверсант для ролла на мобов и запас патронов для ролла на урон по боссам и по воителям сначала разберем ролл для зачистки мобов диверсант и тут у нас вариантов много во первых это перк детеныш на стрендовые билды во вторых это жажда адреналина и в третьих это абсолютно прекрасный перк внепричинная совместимость у него достаточно кривое описание как он работает как описано да если тип урона ваших добивающих попаданий с уроном этого оружия то у него повышается урон на 6 секунд на 20 процентов если вы убиваете уроном света то есть это у нас молния солнце и пустота то у вас бафуется оружие у которого урон света именно с этим перком да если у вас оружие является оружием тьмы по стихии то вам нужно убивать стихии тьмы то есть либо стрэнд либо нить либо стрэнд либо стазис поскольку это у нас стрэндовый ган то чтобы у него сработал бонус-кур нам нужно убить либо стрэндом либо нитью и убивать можно чем угодно обилки или пушки то есть вы можете допустим убить моба с помощью пулемета с не амуны который стрэндовый и у вас бафнется урон у этого автомата на 6 секунд вы можете убить из этого автомата и у вас тоже бафнется урон потому что он сам по себе тоже оружие тьмы или допустим вы убиваете моба с помощью стрэндовой обилки или стазисный у вас тоже бафается урон этого автомата или допустим вы убиваете с стазисного хэвика там допустим гранатомет у вас бафается урон этого автомата вот этот перк очень крут, потому что у него очень много способов активации. Да, вам нужно убить моба, и в контенте более сложном, возможно, это будет не так уж и просто, но 20% на 6 секунд и за убийство либо обилками, либо оружием, это очень круто. Вот этот перк поначалу я не оценил, но потом побегал и понял, что да, он очень даже крут. Более того, улучшенный версия бафает время на 1 секунду, а поскольку по дефолту у него время 6 секунд, что маловато на самом деле, то бонус в 1 секунду, это очень круто, это заебись. Поэтому да, вот для меня для ПВЕ для ПВЕ лучший ролл будет для мобов. Это тормоз стреловитный, рикошеты и патроны, диверсант, випчительная совместимость и мастерворк на ренжу. Это для меня самый лучший ролл для ПВЕ. Для боссов или для воителей, запас патронов и таргет лог. Тут обсуждать не-че-го. Магазин тоже на патроны и мод либо на патроны, либо против боссов, либо против крупных врагов. Тут решайте сами. Если у вас будет адепт с этим перком, с этим роллом, тогда ставьте мод на боссов и на воителей. Очень крутой, ребята, автомат. Он того стоит. Поскольку это у нас пушки с этого рейда, то у них есть пятый стройный перк. Это гармонический резонанс. Если вы юзаете более одного оружия из этого комплекта, из рядовых пушек, то у них изначально повышается удобство и скорость перезарядки и также бафается урон по стражам улья, по мучителям и по стражам сульте. По стражам ульте. Если у вас две пушки выбраны, у вашего персонажа, то есть, допустим, автомат и там, например, линейка, то баф к урону будет 3%, плюс-минус. Если у вас будут три пушки выбраны, то баф к урону будет 9%, почти 10%. Ситуативный перк, но если, допустим, у вас в контенте есть какие-то там воители или там есть стражи ульи или торменторы, то почему бы и нет? И, если я не ошибаюсь, по-моему, незарядки является мучителем. Конечно, там хэвики у нас это гранатомет и линейка, но почему бы и нет? Для пвп. В пвп все просто. Соловитный тормоз, рикошетные патроны, само собой. Здесь либо вечное движение, либо, допустим, мовент таргет. Все-таки, наверное, лучшее вечное движение. Здесь у нас либо палец на спуске, либо захват цели. Лучше захват цели. Мастерворк на рэнжу, мод либо аемасист на обычной версии, либо, допустим, мод на адепт рэнжу. Либо, кстати, ложе, чтобы задача была соточка. Хороший автомат для пвп. Очень даже неплохой. Автомат, ребята, балдеж. После бафа автоматов он будет заебись. Его фармить и крафтить точно стоит. И напомню, поскольку у нас в этом сезоне у нас скоро мы сможем улучшать адептовые пушки, и на них можно будет поставить улучшенные перки вот здесь, и можно будет поменять все характеристики. То есть, можно поменять ствол, магазин и мастерворк. То есть, в теории, вы можете получить адептовый ганн, допустим, против боссов в репуте вводители, поставить необходимые для вас характеристики, поставить улучшенный запас патронов, улучшенный таргет лог, и поставить также улучшенный и также поставить мод на крупные цели адепт, что будет очень даже неплохо. Автомат, ребята, кайф. Сайдарм. Тоже офигенный. Это у нас стрендовый скоростейный сайдарм, и по роллам у него тоже все прекрасно. Зауженный ствол, рикошетные патроны. Тут у нас варианта на самом деле три. Во-первых, это вещи движения, это для ПВЕ. Ради скорости и перезарядки и стабилы. Кулачный бой ради регена обилок. Запас патронов, потому что у него маловато пулек в магазине. И что-то колонки либо афинити, совместимость непричинная, либо детеныш, либо рубака, либо безумие. Мастерворк у нас пускай будет на рэнджу. И мод там против мелких мобов. Очень, ребята, класс и сайдарм. Он прям балдеж. В ПВП. В ПВП у нас будет вечное движение. Тут у нас палец на спуске, допустим, либо рубака, либо совместимость непричинная, либо, кстати, можно упороться и выбить перк на вскидку, чтобы у вас от бедра была хорошая рега и было больше рэнджи. И эти колонки также можно попробовать идеальный полет, чтобы у вас было меньше флинча в прицеле и больше эвэ. Тоже класс и сайдарм. Он того стоит. Классная штука, на удивление. Дробовик слаговый жертвоприношения Нессы. Во-первых, у него есть связка перков, отталкивающая связь и дестабилизирующие патроны. То есть, да, вы там убиваете моба, другие взрываются, получаете латайлы, вы их убиваете, получаете овершилд. Это у нас первая крутая связка. То есть, первый ролл для мобов и для овершилда вайда, и второй ролл у нас это для урона по боссам и по воителям. Первый вариант это с четвертого раза получится и, допустим, фокус фьюри. балдеж, балдеж. Также есть диверсант, там вы издали магазин, китнули гранату, подзаведили магазин, селяете дальше. И также есть перка в остановлении Е. То есть, это у нас, по сути, шотик с ДСК во второй слот для ПВЕ, только у него также есть роллы для зачистки мобов. Тут вариантов много, ребятки, решайте сами. В ПВП у него тоже все хорошо, у него есть опенинг-шот. Вот эти клинки, у него, правда, перков нету. Тут есть стрекоза, есть диверсант, поэтому да, все-таки этот шотган был сделан больше под ПВЕ. И вот как раз-таки с ним можно бегать там, допустим, с автоматом, с шотганом и с каким-то хэвиком ради пятого перка на этих пушках. Лучевая солярная винтовка анторжения Акассии. У нее тоже все прекрасно. Тут есть опас патронов и захват цели. Ради урона по боссам и не только. Почему бы и нет? Либо восстановление захват цели, либо забистливый ассасин и захват цели. Для бобов есть что-то вроде кип-эвэй, но все-таки лучше запас патронов. Там запас патронов, раскаленность, внепричинная совместимость, безумие. Тут все прекрасно. Прям не добавить, не убавить. Лучевая, ребята, балдеж. Тревога Хораксиса. Стрендовый гранатомет, к сожалению, скорострельный, не адаптивный. Но у него тоже все очень даже неплохо. Третьей колонке у этого глиника есть два ролла. Первый это для урона по боссам и второй для зачистки мобов. Для мобов вас интересует здесь диверсант, либо цепная реакция, либо восстановление, либо ассасин. Лучший перк будет, наверное, все-таки цепная реакция, чтобы вы там убили моба, другие сделали бум. И четвертой колонке вас интересует допустим полный состав, хотя это не особо нужно для зачистки мобов. Там есть источник, есть безумие, есть детеныш, есть совместимость, тут решайте сами. И для боссов вас интересует восстановление, либо диверсант. Теперь по поводу линейки и как раз-таки греника тоже. Выбивать, конечно, перки на... В чем у нас история? У нас, как правило, на линейке выставляются перки, которые бафают урон и при этом не требуют убийства. Там у нас, допустим, фокус фюри, там у нас линия огня, усиленные резервы, в окружении, бла-бла-бла. Так вот, или безумие. Так вот, на этой линейке я на серьезных щах рекомендую попробовать вне причины совместимости. Объясняю, почему. Да, вам нужно убить какого-то моба. Да, для хэвика надо сделать фраг. Однако, это у нас агрессивно-солярная линейка, и если вас интересует линейка для урона по боссам, возьмите просто катаклизмик. У него есть бейтен-свич, он своей роли уже хорош. Поэтому у этой линейки нужно найти что-то, что является уникальным. Напомню про этот перк. Он бафает ваш урон на 6 секунд, улучшенный вертик на 7 секунд, на 20%. Это у нас солярная линейка. Если у вас какой-то контент, в котором очень много мобов идет боссфайт, допустим, батлграунда этого сезона, вы можете какого-то моба убить с помощью, допустим, вашей обилки или с помощью другого гана, там типа либо спешл, либо праймери, да, который будет и у вас на 7 секунд в улучшенной версии будет баф к урону 20%. Это такой же баф, как линия огня, и это баф, который превосходит ворпл вэпн. Это очень ощутимый прирост. Допустим, вы играете на солярном титане с молотками. Вы убиваете моба, вы получаете сияние. Это первый баф к урону. Вы убили моба, сделали сферу силы, подобрали сферу силы, получили буст к урону солярных пушек из-за вашего билда. Это ваш второй баф к урону. И из-за того, что вы убили этого моба, вы получаете третий баф к урону. Вы это все застакаете, и у вас будет очень ощутимый бонус к урону. Разумеется, это все можно реализовать и на катаклизмике. Он тоже солярный, типа вы там получили бонус сразу же. То есть нас здесь интересует именно уникальный ролл. Просто лично я не вижу смысла выбивать ролл типа с резервами, там ролл фокус фьюри, или там ролл в безумии. Потому что, во-первых, у нас на катаклизмике есть перк на леген патронов, который лучше, чем все другие перки вот здесь. И у него есть перк к урону, который 35%. Больше по урону, только перк по окружению, который не всегда можно активировать. Поэтому да. Какой смысл убивать здесь перки на урон, которые обычные? Я его реально не вижу. Просто я вчера как раз на стриме бегал с этой линейкой. Я себе поставил вот этот ролл в основлении и вне причины совместимости. И я прям приятно удивился. я бегал в баттлграунды и эта линейка реально отворила полную грязь. Я себе стакал урон от сияния. Я получал также бонус к урону от сфер силы и это игралось реально круто. Ну это уникальный ролл и он сука работает. Более того, если вы допустим играете в рейд и вы гасите контент, в котором стражи улья или допустим торменторы и у вас допустим есть два бонус к урону по этим мобам на 3%. Если у вас будут все три ган от вас будет бонус к урону 10%. Поэтому вот это ребята тот случай когда у пушки есть уникальный связки перков которые реально стоит рассмотреть. Возможно вам конечно вот такая такой сеть игры не понравится но его легко реализовать. Из того что у вас есть перков восстановления у вас патронов будет 12 при наличии здесь магазина на дополнительную пульку. у вас будет 12 патронов вы убиваете моба получаете бонус к урону вы в него сдаете ваши выстрелы и убираете линейку у вас этот перк патроны сам отрегенят и в какой-то момент вы ее достаете получаете бонус к урону и снова гасите мобов это реально очень интересная связка перков более того говоря кстати о пушках с этим перком с рейдами у нас уже на релизе очень хорош за очень долгое время вот он учитывается как пушки с этого рейда то есть вы берете допустим этот дробовик вы берете линейку там и вы допустим берете лучевую винтовку почему бы и нет и у вас будет работать перк на пределе у вас по воителям по стражам улья и по тормиттерам бонус к урону будет 10% и у вас также будет больше скорость перезарядки больше удобства почему бы и нет плюс ко всему вот этот шотган активирует вот этот рейдовый перк на непричинную совместимость вы из этого шотика убиваете и у вас другие получают бонус к урону то есть экзот имеет хорошую синергию с пушками из этого рейда внезапно поэтому да имейте это ввиду так что ребятки я поначалу думал что линейка кринж но вот из-за вот этого уникального ролла из-за работы вот этого пятого перка и из-за рейдового шотика экзотного эта линейка очень даже кайф стиловитный тормоз магазин на патроны восстановление и внепричинная совместимость мастерворк на стабилу потому что это агрессивная рама с тремя пульками и на адепте мод на боссов и на воителей и не только очень ребята классный ган вот я его поначалу не полюбил но потом очень сильно полюбил и это также касается и гранатомета если вы ребята играете на стадис либо на стренде и вы хотите чтобы у вас хэвик получил бонус к урону тоже афинити ставьте почему бы и нет в восстановление вы там играете на стренде вы убиваете моба с помощью того же автомата из рейда либо с помощью дробевика либо с помощью там какого-то какой-то обилки стренда либо стазиса вы подбираете сферу силы получаете бонус на стрендовый урон например да и у вас гранатомет будет иметь бонус к урону 20% от этого перка и еще 17-2 мода в ногах почему бы и нет или допустим еще лучше вы там играете на солярном титане вы получаете синий вы получаете также бонус к урону ваших пушек стрендовых вы убиваете из дробовика вы прокаете этот перк либо вы одного моба убили с помощью этого греника и получили бонус к урону у вас будут стакаться сияние моды в ногах и вот этот перк и это будет работать просто балдеж вот про вот эти ганы я запишу наверное отдельный видос потому что эти пушки ну очень сука уникальные вот прям из-за вот этого пятого перка встроенный который бафает ганы при использовании комплекта из-за вот этого пятого из-за этого перка нового эти ганы реально крутые и они заслужат вашего внимания на все 100% вот такой ребята на самом деле быстрый видосик про пушки этого аддона вроде как я рассказал про все пушки да вот такая вот история до связи вот